Библию можно уподобить картиной галереи. В ней можно найти множество портретов самых разнообразных людей. Часто в этой галереи можно обнаружить расположенные рядом два портрета, которые имеют большое сходство между собой, но в то же время и разительный контраст. Но что они поставлены рядом, не без причины. В этом Дух Святой преследует определенную цель. Помочь нам различить, что есть подлинное и что ложное. С такими противоположными портретами, расположенными рядом, мы часто встречаемся в Библии. Возьмите братьев Каина и Авеля. Оба они происходили из одной семьи, одинаково воспитаны. Оба они были религиозны. И тем не менее, один оказался убийцей, а другой – истинным чадом Божьим. Иуда и Петр – оба поступили подло. Один из них сделался предателем, а другой со всеми своими недостатками и грехами оказался все же истинным учеником. Тот же контраст мы видим в Демасе и в Луке. О Демасе, Павел говорит, он оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. В этом же стихе сказано, что Лука остался с Павлом верным до конца. В восьмой главе книги Деяния мы видим Симона Волхва, который, восхитившись служением Филиппа, поверил и крестился. Однако он не пережил возрождение. Сердце его было неправо перед Богом. Ему Петр говорит, вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. В конце этой же восьмой главы, в контраст с Симону Волхву, мы имеем в Ифеоплянине чудный пример искренно ищущего истину и подлинного возрожденного человека. В Библии есть целый ряд таких примеров. Но сегодня я хотел бы сосредоточить наше внимание на сходство и контраст между двумя ветхозаветными людьми, Саулом и Давидом. Вы помните, как Саул, так и Давид были избраны быть вождями своего народа, и при том оба они были помазаны пророком Саумуилом для этого служения. Но тут их сходство кончается и начинается контраст. Все остальное в жизни Саула и Давида является расхождением. Над одним солнце заходит, а над другим восходит. В одном происходит постоянный рост благодати и познания Бога, а в другом – одно падение за другим. Об одном сказано, и почивал Дух Господен на нем, а о другом сказано, что от Него отступил Дух Господен и возмущал Его злой дух. Почему, дорогие друзья, одна жизнь кончается победой к прославлению Бога и ко благу людям, а другая – позором и полной неудачей? Ведь тот же любвеобильный Бог, те же возможности и все же такая диаметральная противоположность между этими двумя людьми. Дал бы Господь, чтобы каждый из нас нашел тот путь, по которому нам следует идти, чтобы наша жизнь не кончилась, как кончилась жизнь Саула. И вот сперва рассмотрим вкратце, какие преимущества были предоставлены Саулу. Какие невероятные возможности имел Саул для того, чтобы быть не только первым, но и самым великим царем в Израиле. Во-первых, мы знаем, что Саул происходил из хорошего, богобоязненного и влиятельного семейства, а это действительно преимущество, за которое следует быть благодарным. Он также был одарен хорошими физическими качествами. О нем сказано, что он был молодой и красивый, и от плечей своих был выше всего народа. Правда, народ просил царя вопреки воле Божией. Тем не менее, бог дал им царя, и этого царя, Саула, он сам избрал и помазал на служение. А мы знаем, что кого бог избирает, того он и снабжает, всем необходимым для исполнения назначенного служения. Кроме того, что он по природе обладал всеми нужными качествами для царствования, Самуил говорит ему эти многозначительные слова «Бог с тобой». И дальше сказано, что бог дал ему иное сердце, и он стал иным человеком. Но помимо этого, дух Божий сошел на него силой, и он начал пророчествовать. Затем он был окружен людьми, сердца которых коснулся бог. И как ни странно, этот человек со всеми этими преимуществами должен был признать, что безумно поступил. Слова эти «безумно поступил я» вырвались из глубины его омраченной души. Да, в этот момент он сказал правду. Время нам не позволяет проследить все причины, которые привели его к этому признанию. Но укажем хотя бы на некоторые из них. На первый взгляд, вскоре после того, как он был помазан, Саул показал себя человеком смиренным. Но, увы, это вовсе не было смирение. Помните этот случай сразу после того, как его избрали царем? Он скромничает. Он скрывается в обозе, когда Самуил позвал его выйти вперед. Да, дорогие мои, есть скромность, которая исходит от гордости. Такою была скромность Саула. Дорогие мои, если Бог призвал человека к царствованию, то какое право имеет он скрываться? Это ложное смирение, замаскированная гордость. Помните другой случай, когда пророк Самуил задержался? Следовало ожидать пророка, а Саул решил обойтись без него. Саул не имел права приносить всесожжение, даже если и был царем. Только священник имел на это право. Но он не дождался и сам принес жертву. И в этом он проявил свое пронебрежение к Слову Божьему. Возьмем другой поступок Саула. Когда сын его, Янафан, поразил отряд филистимлян, то Саул вострубил трубою, и весь Израил подумал, что он разбил отряд филистимлян, а не сын его. Он ревнует даже к своему собственному сыну. А какую бесовскую ревность питал он к Давиду? Можно было бы привести несколько других примеров безумных поступков царя Саула. Но эти его поступки в конечном итоге являются только симптомами. Трагедия этого человека скрывалась глубже. Его ложное смирение, его упорная гордость, его нетерпение, самонадеянность и ревность – это только отдельные признаки непокорившегося Богу сердца. Он никогда не отдал целиком свою жизнь Богу. Это и было причиной его безумия. Подумайте, возлюбленные, можно иметь все эти преимущества, какие имел Саул, и все же потерпеть полное фиаско своей жизни. Помните, когда Саул был непослушен Слову Господню в деле Агага? То пророк обличил его и сказал, за то, что ты пренебрег Слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И слушайте, как ответил Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Вы заметили, он не говорит моему, а твоему. Он был более озабочен мнением людей, чем своим стоянием перед Богом. Человек, который искренне кается, ничего не добавляет после того, как он сказал, я согрешил. У Саула не было поднанного покаяния. Я согрешил, но почти меня, говорит он. Это возлюбленные не покаяние. Нет, это не есть покорность Богу. Но возьмите с другой стороны Давида. Думаете ли вы, что он был совершен? Нет. Мы знаем, как гнусно он согрешил. И грешил он не один раз. Но зато смотрите, как он каялся. Тебе, тебе единому. Я согрешил, взывает он к Богу. И лукавое перед очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Это возлюбленные покаяния, которые Господь не может не принять. Но в чем же отличался Давид от Саула? Тем, дорогие мои, что он верил в Бога. Он имел веру в Бога. Его вера не была поверхностной, лишь на устах, как это было у Саула. Но вера, рожденная в глубине его сердца. Не мудрено, что о Давиде сказано, что во всех делах своих он поступал благоразумно, и Господь был с ним. Давид жил вообще не с Богом. В этом была его мудрость. Он знал, как жить под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоиться. И человек, который так живет, он о Слове Господнем размышляет день и ночь. И воля его в законе Господнем, как говорит сам Давид в своем первом салме. Дорогие друзья, наша сила или слабость зависит от того, кем мы являемся, когда мы наедине со своими мыслями. Давид постоянно день и ночь размышлял о Слове Господнем. Он питал свою душу Словом Господнем. В этом был секрет его веры, так как вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Читайте его псалмы. Сколько раз в своих псалмах он говорит об обетованиях Божьих, уставах, законе, о Слове, об обетованиях, о повелениях Божьих. В своем 118-м псалме, это самый длинный псалм, притом самая длинная глава в Библии, состоящая из 176 стихов, Давид в каждом предложении этого псалма упоминает тем или иным выражением Слова Божия. Да, Слово Господне было у него на первом месте. Оно было для него вожделение золота и даже множество золота чистого, как говорит он в 18-м псалме, слаще меда и капель сота. Он как бы не находит достаточно слов, чтобы выразить свою любовь к Слову Божьему. А о Сауле сказано, что он пренебрег Словом Господнем. Дорогие друзья, братья и сестры, если мы желаем быть людьми веры, то это возможно только тогда, когда Слово Божие займет первое место в нашей жизни, когда наши мысли будут насыщены им. Мой дорогой друг, проверь себя, сколько времени проводишь ты в чтении и в размышлении о Слове Божьем? Скажи мне, какое место оно занимает в твоей жизни, и я скажу тебе, какое твое отношение к Богу. Вы обнаружите, что тот, кто возложил свою надежду на Слово Господне, он умеет ожидать Божье время. Вера всегда производит терпение. Об Аврааме, которому суждено было 25 лет ждать, пока не исполнилось обетование, данное ему о Сыне сказано, он сверх надежды поверил с надеждою по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Вы заметили, что вера Авраама была основана не на чувствах, не на человеке, не на обстоятельствах, но на сказанном Богом. Обстоятельства, чувства, люди, все говорило невозможно, но вера, воздавая славу Богу, говорила, что будет по Слову Господню. Давид имел эту веру. Он верил, что Бог исполнит обещанное. Слово это ему было дано, и он поверил, и потому мог спокойно ожидать и дня, и часа, когда слово это исполнится. После победы над Голиафом Саул взял молодого Давида и сделал его начальником над войнами. И тут как раз сказано, что Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И вот почему Давид имел успех во всем, что поручал ему царь. Помните случай, вскоре после того, как Давид попал к Саулу, как возвращаясь с победы над филистимлянинами, женщины выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками и говорили, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И сказано, что сильно огорчился царь, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И тут мы читаем, как уже в следующий день Саул дважды бросил копьев Давида, но Давид уклонился от него. Вы видите контраст между Саулом и Давидом? С одной стороны грех, ревность, нетерпение, ненависть, убийство и горечь. А с другой стороны вера, мудрость, терпение, спокойствие и кротость. Что сделало эту разницу? Почему один должен был признать, что безумно поступил, а другом сказано, что действовал благоразумно? Причина была в том, что один не принял Слово Господне, а для другого Слово Господне стало дороже всего на свете. В результате один не покорился Богу, а другой безоговорочно отдал себя всецело Ему. Возлюбленный каждый из нас впадает в одну из этих двух категорий. Счастлив ты, если можешь, как Давид, сказать, Господь пастырь мой. А если Господь действительно твой пастырь, то ты фактически все имеешь. И потому можешь сказать, как Давид добавил, я ни в чем не буду нуждаться. Тот, у кого Господь воистину стал Господом, Он самый счастливый человек, Он все имеет. Но среди моих слушателей есть и те, которые должны признать, что безумно поступили. Слово Божие говорит, что все мы безумно поступили, все мы блуждали, как овцы, все мы собратились на свою дорогу. Разве это не безумие? Но, дорогие мои, в этом же 6 стихе 53 главы пророка Исаии сказано, это самая чудная истина, которую можно найти на страницах Библии. Слушайте, и Господь возложил на него, то есть Бог возложил на Иисуса Христа, грехи всех нас. Мой дорогой друг, если ты сейчас находишься на греховном пути, то ты безумно поступаешь. Но в то же время ты можешь разумно поступить, обратясь к Господу, ибо Он взял на себя грех твой и понес его на крест, и там, умирая на древе, Он совершил полное искупление для тебя. Приди к Нему сейчас, скажи, Господь безумно поступил я, прости меня, прими меня и направь стези Мои на путь праведный ради имени Твоего. И Он это сделает. Да, сейчас, если ты к Нему придешь с простой детской верой, Он тебя примет и простит. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Продолжение следует...